Продолжение следует... ...куда вкладала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. Взрослые посоветовали мне не рисовать змеи ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, математикой и литературой. И так мне пришлось выбирать другую профессию. И я выучился на летчика. И вот, шесть лет назад мне пришлось сделать вынужденную посадку в Сахаре. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Пожалуйста, нарисуй барашка. Так, я во все глаза смотрю на это необычайное явление. Ведь он не был похож на ребенка, который устал, напуган, умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это малыш, который потерялся в пустыне, вдалеке от всякого жилья. Вот тебе ящик, а в нем сидит твой барашек. Вот такого мне и надо. А как ты думаешь, он много травы ест? А что? Но меня дома всего очень мало. Ему хватит. Так я познакомился с маленьким принцем. Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты? Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне. Стало быть, ты прилетел с другой планеты? Так я сделала еще одно важное открытие. Его родная планета, вся эта величина из дома. Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знала, что кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других, которые даже в телескоп трубы разглядеть. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя, а просто номер. У меня есть серьезное основание полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид Б-612. Вот, вот доказательство того, что маленький принц на самом деле существовал. Он был очень-очень славный, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот уж, конечно, существует. Я охотно бы начала эту повесть как волшебную детскую сказку. Например, жил-добыл маленький принц. Его планетка была чуть больше его самого, и ему очень не хватало друга. Наконец, я могу ошибаться в каких-то важных подробностях. Может, я похож на взрослого? Наверное, я старею. Каждый день я узнавала что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствует. Так, на третий день я узнала трагедии с Баобабами. Есть такое твердое правило. Встал в пол, умылся, привел себя в порядок, и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать Баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов. Молодые ростки у них почти одинаковые, и это очень скучная работа. Терпеть не могу читать людям новоучения, но мало кто знает, чем грозят Баобабы. А опасность, которой подвергается каждый, кто попадает на стероид, очень велика. Маленький принц. Понемногу я понял, так же, как печально и однообразно была твоя жизнь. Зачем нужны шипы? Задав какой-нибудь вопрос, маленький принц уже не остывался, пока не узнает ответа. Шипы ни зачем не нужны. Циты упускают их просто от злости. Ты думаешь, что цветы? Да нет же. Ничего я не думаю. Я ответил тебе первое, что пришло мне в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом. Серьезным делом? Ты говоришь, как взрослый. Все ты путаешь, ничего не понимаешь. Опустела без тебя земля. Ах, я на силу проснулась. Прошу извинить. Я еще совсем растрепанная. Как вы прекрасны. Да, правда. И заметьте, я родилась вместе с солнцем. Хотя маленький принц улюбил прекрасный цветок и был рад ему служить. Вскоре в душе его пробудились сомнения. Цветы так непоследовательны. Но я был слишком молод. Я еще не умел любить. Откуда эта тихая нежность? Да, да, я люблю тебя. Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как я. Постарайся быть счастливым. На первом острове дешил король. Облаченный в пурпуру и горностаем выседал на троне. Пожалуйста, сделайте милость. Повелите солнцу закатиться. Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать с бабочкой цветка на цветок или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой, и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват? Он или я? Вы, Ваше Величество. Совершенно верно. С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть, прежде всего, должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что выделения мои разумны. Странный народ, ведь взрослые. На второй планете жил честолюбец. О, вот и почитатель явился. Воскликнул он еще и издали заветив маленького принца. Ведь тщеславные люди воображают, что все ими восхищаются. Ну, достатнье удовольствия все равно восхищайся мною. Я восхищаюсь. Но какая тебе от этого радость? Право же. Взрослые очень странные люди. Я сбежала честолюбца. Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. Итого стало быть 501 миллион 622 тысячи 731. 500 миллионов чего? Они такие маленькие, золотые. Всякие лентяи, как их увидят, так размечтаются. А, звезды. А для чего тебе владеют звездами? Я владею звездами, потому что я первый до этого додумался. Правда же. Взрослые очень странные люди. Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещались, что фонарь, да фонарщик. Моя планета вращается все быстрее, год от года, а у кого расстается прежний. И как же теперь? Да вот так. Планета делает полный оборот. За одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять зажигаю его. Вот забавно. Значит, у тебя день длится всего одну минуту. Ничего в этом нет забавного. Следующая планета, которую посетил маленький принц, была Земля. Земля планеты непростая. На ней насчитывается 111 королей, 7 тысяч географов, 900 тысяч миллионов пьяниц, 311 миллионов чистолюбцев. Итого около 2 миллиарда взрослых. И так, попав на Землю, маленький принц не увидел ни души. И очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко светолунного луча. Добрый вечер. Добрый вечер. На какую-то планету я попал. На Землю, в Африку. Вот как. А разве на Земле нет людей? Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая. Я могу нести тебя дальше, чем любой корабль. Всех, кого я коснусь, я возвращаю Земле, из которой они вышли. Но ты чист и явился со звезды. Не жаль тебя. Ты так слаб на этой Земле. Жесткий, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете. Я сумею тебе помочь. Я могу. Я прекрасно понял. Но почему ты все время говоришь загадками? Я решаю все загадки. Я решаю все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, наконец, набрел на дорогу, а ведь все дороги ведут к людям. Перед ним был сад, полный роз, с которым он поздоровался и решил узнать, кто они. Ведь все они были так похожи на его цветок. Цветы ответили ему, что они розы. Здравствуй. Здравствуй. Я здесь, под яблоней. Кто ты? Я лис. Поиграй со мной, мне так грустно. Я не могу с тобой играть, я не прируча. Нет в мире совершенства, скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, люди охотятся за мною. Куры все одинаковы, и люди тоже все одинаковы. И скучновато мне живется. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Я стану разрешать твои шаги среди тысячи других. Но ведь узнать можно только те вещи, которые приручишь. Вот, например, у людей уже не хватает времени что-либо понимать. Ведь они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И именно поэтому люди больше не имеют друзей. А что такое обряды? Обряды? Это тоже нечто давно забытое. Это то, чего один какой-то день становится не похож на все другие дни. Один час на все остальные часы. Пойди еще раз взгляни на свою розу, и ты поймешь, она единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе свой секрет. Это будет мой тебе подарок. Вот мой секрет, и он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Главное, глазами не увидишь. Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей все свои дни. Люди забыли эту истину, но ты не забывай. Мы в ответе за тех, кого приручили, и ты в ответе за твою розу. Я в ответе за мою розу. И скоро поезд, освещаясь своими окнами, промчался мимо. Одни только дети прижимаются своими носами к окнам. Одни только дети знают, что они ищут. Они отдают все свои дни одной тряпочной кукле. И если ее у них отнимут, дети плачут. Их счастье. Добрый день. Добрый день. Он торговал самыми новейшими пилюлями, которые удаляют жажду. Проглотишь такую пилюлю, и целую неделю не хочется пить. Будем менять 53 минуты свободных. Я бы просто-напросто сходил к крыльнику. Да, все, что ты рассказываешь, очень интересно. Но я еще не подчинился самолету. Вдруг я понял, почему таинственно лучится песок. Когда-то маленьким мальчиком я жил в старом-престаром доме. Рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован в сердце своем. Он скрывал тайн. Да, будь то дом, звезды или пустыня, Самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами. А у тебя хороший яд. Ты не заставишь меня долго мучиться. Теперь уходи. Я хочу спрыгнуть вниз. Тогда я мустил глаза, да так и подскочил. У подножия стены, подняв голову к маленькому принцу, Свернула желтая змейка. Я тоже сегодня отвернусь домой. Правда, это гораздо дальше и гораздо труднее. Но у меня остается твой барашек. И ящик для барашка. И наморник. Испугался, малыш. Сегодня вечером мне будет куда страшнее. Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда стоит как раз над тем местом, Где я упал год назад. Самое главное то, чего глазами не увидишь. Да, конечно. Точно желтая молния мелькнула по его ногам. В мгновенье он оставался недвижим. Не вскликнул. Потом упал медленно, как падает дерево. Медленно и не слышно. Песок приглашается на звуки. Я помню, как округлась, как первая гроза. Ты словно в небе и свет зая. Ты полная луна. Сотни ночных моря напомнят мне тебя. Я в них делаю свою любовь и заново встречаю. Я с солнцем обернусь и в них останусь навсегда. И все же понемногу я удержился. То есть не совсем. Но я верю, он возвратился на свою маленькую планетку. Ведь когда расцвело, я не нашел на песке его тело. Взгляните на небо и спросите себя. Жива ли та роза или ее уже нет? Вдруг барашек ее съел, и вы увидите, все станет по-другому. И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно. Если вам случится здесь побывать, я заклинаю вас. Не спешите, помедлите под этой звездой. Если к вам подбежит маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы уж, конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда очень прошу вас, не забудьте утешить меня в моей печали. Скорее напишите мне, что он вернулся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok